В нашей школе стрельба В нашей школе стрельба Приветствую, ребята! Привет! Группа Виктор, все правильно? Все, не ошибся Слушайте, ну вопросы нам задал Леха из группы Пионерлагерь Пыльная Радуга Ты вообще кто? Это первый вопрос Я Асхат Ну зачем ты все это делаешь? Второй вопрос За тем, что это душа Если в маршрутке хамит какой-то мудак Как будешь себя вести? Остановлю маршрутку и попрошу его выйти У тебя есть собака? Есть Готов умереть за свое дерьмо? Нет, наверное нет Привет, ребята! Группа «Температура тела» Приветствую Приветствую, Чернодем Смотрите, вам задает группа «Люмен» пять вопросов Первый вопрос такой Какую последнюю книгу вы прочитали Которую вы готовы посоветовать своим близким друзьям? Уголовный кодекс Я буквально недавно прочитал «Ильф и Петров» Одноэтажная Америка Шикарное произведение Всем рекомендую Буквально рекомендую Двенадцать стульев «Ильф и Петров» Слушайте, ну следующий вопрос, наверное, он вытекающий Это про фильм Фильм крайний, который вы посмотрели Который готовы посоветовать Я боюсь называть его название в микрофон Он не совсем детский фильм И смотрел я его через интернет Да, совершенно верно На немецком языке все там было Александр, может, лучше какие-то фильмы видел Он сейчас расскажет Я вообще много смотрю всякого разного кинематографа Но, вот, не знаю, как правильно сказать Вот недавно посмотрел фильм «Лето» Мне он, кстати, категорически почему-то не понравился И считаю, что вот в данном жанре Лучше посмотреть шикарный фильм Вот товарища Сукачева «Дом солнца» Вот если их сравнивать То «Дом солнца» на пять голов выше, я считаю А «Лето» Вот не рекомендую смотреть А что рекомендуешь? Рекомендую «Дом солнца» Сукачева Мне нравятся мультики Очень люблю смешариков Смотрите, ребят, мультфильмы Очень классно Особенно наши Советские Добрые Настоящие мультики Смотрите Мне очень нравятся фильмы «Квин» «Будапештин» Очень нравится Смотрите Кто любимый композитор Из тех, кого принято называть классиками? Конечно же, Чайковский Я, получается, серьезно Не всех отвечаю Обожаю Стравинского Ребят, все композиторы по-своему хороши Особенно Ну, не надо Здесь даже не надо перечислять Вот Я просто могу сказать, что Конечно, мне нравится русский классик Мне нравится Глинка Мне нравится Рахманинов и так далее Русский классик, ребят Я соглашусь с Александром Мне нравятся Стравинские Класс, класс Ну, лично мне нравится Мусоргский Как бы Не про Все Все, все Все Вот И так Вот Такой интересный вопрос Какую фразу сейчас Ну, не знаю Актуальную Острую Популярную Стоит печатать на всех футболках Вот вообще на всех По-моему, сегодня все знают Эту фразу Это, естественно Как там вот эта решеточка И чернозем Модное слово Я не выговорю Каштег Которые самые душевные События года У меня только одна фраза Ё-моё У меня нет других Я бы написал Температуру тела Взял бы Ну, температуру тела Я уже написал Надо что-то новое Писать В одной строчке Просто не выразить То, что Хух-хух Ё-моё Ты выражаешь Ё-моё, да То есть, как говорится Если человек едет на мотоцикле То можно описывать ситуацию Ветер свистит в ушах Там, мелькают березы в глазах Там, и это все что угодно Либо написать просто Во Я думаю, все догадаются Ну, и последний вопрос От Люмена Это Мир объективен Или субъективен? Конечно, объективен В этом мире Очень много разных людей Даже если взять Вот этот Сегодняшний наш Замечательный фестиваль Чернозем Сколько тут людей Сколько мнений Не может только быть Одного мнения Не может быть Одного настроения Хотя у всех настроение Здесь сегодня Просто отлично И вчера И сегодня И будет завтра Но, тем не менее Люди все разные Поэтому мир По-любому объективен А я просто скажу Что я не понял вопрос Потому что у меня двойка Философии Мир не объективен И не субъективен Мир позитивен Ребят Позитивен Мир вообще-то Субъективен Но и в то же время Позитивен Константин Сейчас после концерта Я думаю Он будет еще более Позитивен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова